Когда захотелось жареной картошечки, порегала ее кружочками и кабачок, и немножко колбаски здесь у меня есть. Мы расписываем на масле, жареный. У нас есть еще столик фаршированный, который мама готовила, и я тоже, конечно. Один раздеваем, захотелось картошечки. И вот в кончок яйцо добавлю вот такое. Одно. Вот у нас есть. Вот у тебя лежит жареная картошечка. Вчера мы, ребята, хочу вам рассказать одну ситуацию. Заходим к нам в комнату, где мы живем, в Польша-Краков, в местах общего поселения, в отеле. А на окне как раз 12 августа, после моего дня рождения, нагулялись, вечером пришли, лежит вот такая вот карта. Мы сначала посторонние, то есть кто-то был в наше отсутствие в комнате. Ну, есть я сначала так, я заметила, думаю. А потом говорю маму, мама, что это? А стали рассматривать, я просто не покажу. Написана карта нашего отеля, где мы проживаем. То есть кто-то заходил из сотрудников в отсутствие. Да, мама что-то хочет сказать. Рассказывай нам. Ну, я хочу добавить, что мы здесь... Сами убираем. Да, жильцы сами убирают. Мы платим за комнату. И раньше заходили в наше, в нашем присутствии. А сейчас уже заходят просто так, в наше отсутствие. Ну, честно говоря, неприятно, когда кто-то лазит по твоим вещам, по твоим кастрюлям. Мы и не знаем, да, как это. Вот, поэтому такая ситуация, да, вам как-то не очень приятная. Да, не очень приятная, не очень. Вот, напишите, что вы думаете по этому поводу. Мы когда еще заселялись год назад, одна женщина рассказывала, что вот приходят в наше отсутствие, ходят по комнате. А если что-то пропадет, допустим, из комнаты, то у нас и так ничего нет, ну, просто сам факт. Ну, неприятно. Ну, как ничего нет, имеется в виду, я хотела сказать, что ценного ничего нет. Ну, а так, конечно, потихоньку подкупается, так как я работаю. И когда-то, может быть, что-то у нас где-то будет, да. И поэтому, и чтобы даже сейчас было более приятно жить в комнате, я купила вот это вот покрывало не так давно. Купила тоже вот перед днем рождения, красиво на день рождения. Это за год, что я смогла купить. Две подушечки вот себе и маме, и маме такое вот покрывало. Вот такой вот вентилятор мы купили не так давно. И вот это радио. Это когда у нас сильно-сильно соседи кричали, мы хоть радио включали, чтобы перебить этот ужас кричащий. Сейчас их выселили, и, слава богу, нормальные соседи, не шумящие. Это вверху там, после тех, которые бросали у нас наверху, жили такие соседи. Соседка, у нее было много детей, трое, по-моему, да, трое. И детьми она совершенно не занималась. Она могла выезжать куда угодно. Говорили, что она даже из страны уезжала, а деток оставляла со старшей дочкой. Одному три годика было. Вот они били мечом или чем-то там по полу. И вот уже семь месяцев наверху почти делают ремонт после них. Представьте, как надо было убить комнату, чтобы ее так долго делали. У них две комнаты было. Это ужас просто. Смотрите, как сегодня распустился мой букет. Лилия раскрылась. Они вчера все вот эти бутончики были закрыты. А сегодня вот этот еще закрытый. И устомка открытая, конечно, я не посмотрела. Вот эти бутончики еще есть. Но я не знаю, самые малюсенькие раскроются или нет. Красота какая. Это я выбирала, мама купила. Белую устомку очень люблю. Лилию обожаю аромат. Такие у нас дома расти. Такие сортовые, огромные, двухметровые. И розы. Розы еще в бутонах. Вот они такие крепенькие, с первым листочком. Все на месте, не оборванные. Обожаю цветы. И всем еще раз хочу сказать огромное спасибо, кто поздравлял. За теплые слова, за подарки. Анечке, спасибо огромное. И всей семье. Привет огромный в Америку. Спасибо большое в Канаду. Джинни, дорогая, огромное, огромное спасибо вам. Светочке, огромное спасибо за поздравления на YouTube-канале. Мне так было приятно. И всем, всем девчонкам. И поздравления на Facebook. Спасибо вам огромное. Мне очень-очень приятно. С вами ребята в галерее Краковской. Зайдем в магазин. В магазин НИЦЦ большая перестановка. Новые товары на осень завезли. А здесь мы посмотрим, что продается. Кроссовки. А, тут уже выставили, наверное, по 109 злотых. Или 1090 гривен. Или делим на 5. Получаем цену в евро. Это по 20 евро, вот те, которые показала. Эти по 139 злотых. Очень много обуви, балетки разные. Сколько такие балетки, к примеру, у нас стоят? Ой, 100. Так, что-то тут... А, вот эти 34,99. А более 69. Вот 99 написано. Вот такие вот туфельки. Ой-ой-ой. Туфельки симпатичные. Сколько стоят? 219 злотых. Или 290 гривен. Или на 5. Получаем цену в евро. В общем, все на осень уже. А я ищу себе на работу. Мне надо это такое легкое. Она легкие-легкие. Да. Вот такие вот. А мне посмотрите. Мне надо такие вот с дырочками, чтобы оно хоть чуть-чуть дышало. Чтобы нога дышала. Ну что, моя обувь порвалась. А мне надо новенькие. Вот такого плана. Ого, 99 злотых. Нет, для работы я такие не хочу, дорогие. Даже такие ботиночки продаются уже по 179 злотых. Или 1790 гривен. Они совершенно без молний. Такие на молнии, на высокие. Такие. Уже все. Лето закончилось. Лето уже нет в магазине. Такие по 139 злотых. Или 1390 гривен. Высокий каблук, конечно. Такие 239. Такие симпатичные. 79 тоже высоковатые. Видите, здесь тенденция к высокому каблуку. Вот такие сапожечки замшевые. Да, мам? Это замшевые у нас. 149,99. Это, наверное, с прошлого года остатки. Марко Тоззи. Выписана фирма. Или 1490 гривен. Или делим на 5. Получаем цену в евро. Кстати, это хорошая цена. Вот такие вот они на молнии. Замшевые. Для молодежи отлично. В черном цвете. Такие тоже симпатичные. Была цена 379 злотых. У меня наподобие такие вот полуботиночки. И 189 злотых сейчас цена. На 200 злотых дешевле. Я ходила в такого плана целую зиму. И мне было не холодно, ребята. Это хорошая вещь. Неудобный очень. Марко Тоззи. Такие ботиночки. Такие по 279 злотых. Такие вот симпатичные. По 79 злотых, кстати, всего. Барти. Ты примущееся? Я выключила камеру. Вот мама заново покрутись там со всех сторон. Ставим маме лайки. Не забываем. Пишем комментарии. Мама любит комплименты. Да, мама? Да. Все любят. Что нам уже осталось? В этой жизни хотя бы комплимент получить. Модельки хорошие. Какая скидка. Видите? А вот эти 139 злотых стоят. По-прежнему. Эти были 119. Сейчас 29,99. Посмотрите, какая разница. 30. Такие 69. Смотри, вот такие по скидке 69 злотых. Всего. Вообще 690 гривен. Где вы такую обувь можете купить? Сейчас. Так что, у кого есть возможности, желание, приходите. Галерея Краковская. Магазин. В начале видео его название. На первом этаже. Их всего на первом этаже два магазина. Ци-Ци-Ци и этот, в котором мы сейчас находимся. А я себе так пятку набила своими шлепок. У меня просто босоножки порвались. Я их зашивала, они снова порвались. В которых я хожу. У них нога не парится. Они открытые. Набила себе пятку. Теперь надо что-то мне на работу купить. Такое более-менее удобное. Вот эти детские. Тут маленькие размеры 60. Подростковые. 33 размеры и прочие. 69,99. По 39. Вот такие вот. Это все детское. Детская обуви, кстати, тут очень много. Почем? Вот цены. 59 злотых. Или 14 евро. Вот такие вот симпатичные. Смотрите, какие крохотулечки. 59 или 590 гривен. Вот такие вот на липучке. А косинки? Вот такие 99 злотых красивые. Такие. 59 злотых или 24 евро. Ой, вот такие красивые с бантиками. С такой мордочкой. С усиками. На мальчика. 149 злотых. Это уже кроссовки идут. Адидас. Смотрите, какие красивые. Или 34 евро. Такие красивые. 44 евро. Эти 149 злотых. Красота. Посмотрите, Человек-паук. 79,99. На липучке такие тапочки. Такой подошвой хороший. Прорезиненный. Вот какая красота для девочки. 79 злотых или 19,99 евро. Это очень-очень-очень большой ассортимент. 79, это свинка. Escищали się о пресене? Тащма? Около миллиона продуктів. Сейчас за пункта. Тыле BUTов. Ну истинное море możliwości. Только сейчас выбрали артикулы 50% таней. Входишь и осуществляешь.